И чё люди сюда едут? Чё? Ну! Ты чё? Парня сбили. Как? Кто сбил? Вон. Как сбили-то? Плохо, что перебегал через дорогу. В Екатеринбурге на улице со стендаповским названием Щербакова, около дома номер 4 и половины шестого часа вечера, то есть ещё засветло, Лада Гранта снесла бегущего 11-летнего пацана, который пытался пересечь Щербакова в совершенно непроложенном месте. По картинке со случайного регистратора видно, что в этом самом непроложенном месте через дорогу ломанулись два пацана. Видно, что правый ряд был пустым. Вероятно, ребята видели, что в среднем ряду в пробке стоит огромный автобус, который и им начисто закрывает левый ряд, и их с левого ряда из-за автобуса тоже не видно. Но они решили проскочить на скорости, заложившись на то, что в этот момент в левом ряду никого нет. Ну, право слово. Эти два метра с ширины крайнего ряда они бегом могут пересечь за полсекунды. Но какова вероятность, что именно в это время там появится машина? Действительно, вероятность может и небольшая, тут надо считать. Но для первого пацана она по итогу стала равна нулю, то есть он успел проскочить одну полосу и запрыгнуть на разделительный газон. А для второго, 11-летнего паренька, вероятность появления машины возросла до 100%. 26-летний пилот Гранты сообщил гаишникам, что увидев первого паренька, он экстренно тормознул, но тут неожиданно появился второй, и с носа избежать не удалось. Пацану повезло. Гранта по левому, читай, скоростному ряду, изначально летела не очень быстро, да еще и тормознула. Потому парнишку и не расщепило на атомы, и он выжил. Но, конечно, без увечий при таком полете не обошлось. Ребенка на карете из страны Оуз госпитализировали в 9-ю детскую больницу, где медики ему надиагностировали перелом таза. Но все, считай, третья четверть в школе досрочно завершилась. Что называется, побежал через дорогу на свою, ну, скажем так, пятую точку. Что любопытно, пацан, бежавший первым, даже не остановился, а упылил дальше. То ли они не были знакомы, то ли тот первый куда-то так торопился, что это было даже важнее здоровья сотоварища. Гаишники по итогам сообщили, что родителей подбитого пацана покарают по 5.35 коап за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А самого травмированного школьника поставят на профилактический учет. Ну, точнее, сначала-то положат на учет, а потом, как попас растется, то и поставят. Водитель автомашины Лада Гранта, двигаясь по улице Щербакова со стороны Павлодарской в направлении улицы Самолетная, допустил наезд на пешехода, перебегающего в проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины в неположенном месте. В результате ДТП пешеход, несовершеннолетний ребенок с травмами различной степени, был доставлен в детскую городскую больницу. Вины Грантовода гаишники в этом замесе не усмотрели, потому что ее там и не было. Виноват сам пацан, но некоторые эксперты высказали мысль, что виноват не только он, а еще типа и проектировщики, которые не предусмотрели дополнительную зебру. Дескать, на этом куске Щербакова между ближайшими пешеходными переходами 600 метров, а посредине торговый центр Глобус, несколько супермаркетов, аквапарк. Вот народ и мечется в непроложенном месте через дорогу, ибо обходить 300 метров до пешеходника это реально долго. А по своду правил по градостроительству. На магистральных улицах зебры следует рисовать через 200-400 метров, ну а прошлогодние изменения в ГОСТ и вовсе говорит за то, что переходы при необходимости допускаются и менее чем через 200 метров. Что ответят на это счастливые обладатели белой краски пока не ясно, но тут ведь как, на проектировщиков надейся, а сам не лажай. Уважаемые родители, ГОСТ призывает ежедневно проводить беседы с детьми об опасности нарушения правил дорожного движения.